Мирись, мирись, мирись и больше не дерись. А если будешь драться, то я буду кусаться. А кусаться нам нельзя, потому что мы друзья. Многие помнят детскую считалку, которая всегда была, остается неизменным помощником в общении юных оренбуржцев. Они вместе с родителями с удовольствием пришли сегодня в читальный зал под открытым небом. Эта акция проходит второй год, но непременно привлекает внимание любителей литературы. Организаторы, в свою очередь, стараются разнообразить каждую программу. Мы играли, мы составляли пословицы, мы отгадывали викторины, загадки и так далее, песни пели и инсценировки. Для многонационального Оренбурга тема дружбы всегда актуальна и значима. По словам организаторов акции, их главная цель – сплотить и воспитать ребенке чувство равенства и показать, что дружба не имеет национальности. Маленькие они очень понимают. Мы не думаем даже, что они такие серьезные темы знают. Мы должны им внушать, мы должны показывать своим примером, мы должны показывать через книги, что пишутся на тему дружбы и книги, и авторы эту тему затрагивают. И дети должны, они это знают. Элла Марковина не впервые на подобном празднике. В прошлом году они с сыном записались в библиотеку и с тех пор не пропускают ни одно чтение. Чтение на траве – такой новый интересный формат. Детки общаются, постоянно есть какие-то игры, не только чтение книг, они обсуждают, играют все вместе. Ну, а родители тоже могут сидя на траве и читать свои книжки. Пока одни читают сказки, собирают пазлы и отгадывают пословицы, другие поют песни и размышляют о дружбе. Дружба – это когда два человека хорошо общаются, гуляют вместе. Дружба – это когда один хорошо, а два лучше. Дружбы – молодые участники акции считают также верность, уважение и любовь, приглашение на дни рождения и хорошее общение. Все желающие могут читать на траве каждую неделю в 10 часов утра в парке имени Перовского и парке Тополя во вторник и четверг. Тамара Плохова, Виктор Яковлев, Новости дня.